здравствуйте дорогие друзья сегодня очень короткий выпуск о мастероне также вы его можете знать под названием дростаналон вот и соответственно поговорим мы конечно же об анализах крови о побочных эффектах которые может вызывать данный препарат обсудим для чего он используется и с чем же его едят устраивайтесь поудобнее резайте фитнес-батончики разводите ваш протеин шейкере а мы начинаем дорогие друзья первое что нужно понять что наш мастерон это производная дгт и все побочные эффекты которые он будет себе нести это соответственно в основном будет выливаться в том что это производная дгт рост самого дигидротестерона и конечно же рост пса должен и просто необходим иметь место быть и тут мы как бы наталкиваемся на те побочные эффекты которые перечисляют там облысение повышенный рост волос рада то вот и для нас по сути он будет описываться точно так же как и выпуске про оксандролом который я снимал поэтому какой-то принципиальной разницы с точки зрения побочных эффектов тут нет все-таки мониторить нужно соответственно липидный профиль липопротеиды высокой низкой плотности сдавать триглицериды холестерин общий желательно если вы будете мониторить кулаграмму есть некие жалобы в чуть большем числе на ее изменения выливается изменение кулаграммы именно в том что у вас начинаются проблемы с давлением но опять же это не у всех это исходя из соответственно индивидуального анамнеза как этого избежать как избежать побочных эффектов нужно как я говорю уже на входе про сдать базовые анализы речь не идет о какой-то токсичности мастерона выраженной поэтому тут не нужно делать узибрюшной полости не нужны какие-то заострения на печеночные ферменты хотя конечно ну лишним никогда не стоит да не будет это проверить но тем не менее здесь нужно соответственно проверять в первую очередь мужчинам дгт и пса женщинам конечно я бы отметил что здесь другая ситуация как и со всеми анаболиками нужно очень осторожно действовать в рамках если есть поликистоз яичников вот но опять же препарат достаточно мягкий нет ничего невозможного нужно изучать смотреть анамнез но применение мастерона у женщин достаточно соответственно распространено опять же силу того что препарат мягкий однако у женщин мастерон может идти соло так как у мужчин применение мастерона соло не оправдано в каком контексте мастерон это грубо говоря уже такой кусок мозаики тестостерона вспоминаем что есть такая в норме в организме альфа редуктаза которая пилит ваш тестостерон и превращает его дгт вот и таким образом получается что соответственно вы берете только кусок из этой мозаики только одну часть и начинаете ее вставлять организм как считать если у меня высокий уровень дгт да то значит строн высокий уровень и дальше идет ну угнетение соответственно тестику снижение тестостерона ну то есть принципе это очевидная вещь как и введение любых других анаполических стероидов то есть ваш тестостерон начинает падать но мастер он полностью не выполняет всего того спектра действия как выполняет тестостерон до классический него поэтому здесь вы можете уронить ваш общий тестостерон до уронить на такой уровень где его соответственно процентное содержание будет ниже чем дгт не получается что ну не равный такой обмен дгт это не полноценная так скажем форма тестостерона это конечная форма тестостерона который уже ни на что не распадется и получается что там изолированное количество рецепторов если очень коротко на которые воздействует дгт поэтому вводить мастерон соло не стоит а лучше его все таки ну как минимум применять с классическим каким-то струн цепианатом и нато там или пропианатом вот это если коротко значит если говорить за окна да соответственно есть информация по тому что портится кожа она соответственно как и опять же про разговор по любые анаболические стероиды но попробуйте работать по хромоспектрометрии про осипова да все что я вам рассказываю про анализы потому что на моей практике вообще удается избежать любых побочных эффектов с кожей если вы проработали микробиоту кишечника если вы ее не проработали у вас результат от любых анаболических стероидов будет очень низкий потому что логично чтобы набирать нужно есть а чтобы есть нужно чтобы не только съесть но и всосалась вся эта пища а если пища у вас плохо всосалась вопрос вопрос соответственно будете ли вы расти или начнете терять наоборот вес даже на анаболические столь такой бывает человек ничего не ест или кишечник ничего не всасывает да и он просто теряет массу даже на анаболиках ну конечно это иногда помогает избежать полной дистрофии но как бы тоже неприятный момент поэтому не забывайте пролечивать любые ваши хронические заболевания не думайте что стероиды вылечит ваши какие-то хронические заболевания опять же этот выпуск завершающий по поводу анализа да соответственно на тестостерон на препараты дальше мы будем говорить о других аспектах может быть будем договорить о фармакологии но анализы я думаю что я уже закрываю список и этот видео я снимаю из расчета то что вы обязательно посмотрит посмотрите мое видео по ссылочке в описании про тестостерон цепионат там бесплатный чек-лист на анализы которые нужно сдавать первую очередь на любых анаболических стероидах то есть это тот необходимый минимум о котором я говорил это тот необходимый минимум о котором я говорил который нужно сдавать всем неважно у него могут быть какие-то соответственно медицинские показания к введению тестостерона или это спортсмен который хочет улучшить свои результаты все равно базовое обследование она выпуски про цепионат обязательно смотрите она очень универсальная вот но если вы конечно соответственно изолированно используете какой-то препарат без других добавок да то нужно смотреть выпуск именно про этот препарат все препараты вроде бы я про все препараты снял все можно найти на канале мастерон предполагает усиленное наблюдение запаса и дегидротестерон все на этом ставится . дальше нет какой-то многие даже пишут что он как антиэстроген но это не точный я прошу вас написать в комментариях падал ли у вас на мастероне из эстрадиол как правило ну то есть незначительные колебания которые нельзя толком отследить потом мастерон то что я находил на под меди какую-то информацию все-таки редко но он как-то вот используется в лечении новообразований и раки соответственно молочных желез у женщин поэтому здесь как бы можно по крайней мере не бояться нет данных что он вызывает когда допустим как был дно может вызывать да вот эти вот жировики даже новообразование да уже более серьезная кожа поэтому здесь каких-то таких нет ярко выраженных побочных эффектов за которых вот стоило бы прям бояться и трястись но опять же общий анализ крови уровень тромбоцитов мониторим до мониторим гематокрит мониторим ли липидный профиль мониторим соответственно все равно пролактин и страдиол на всякие пожарные смотрим хотя и нет этих до данных но опять же повторюсь вряд ли вы будете использовать мастерон отдельно но если говорить вот прям совсем про его изолированный эффект кроме как пса и дгт тут можно в принципе всем остальным обойтись но вопрос будете ли вы его изолировано применять потому что чаще всего мастер он это просто дополнительный препарат в вашу так скажем кучу этих анаболиков которые вы применяете наши же большинство зрителей которые меня смотрят от качки которые вливают себя огромное количество фармы и не всегда оправданным вот значит по поводу женщин я считаю оправданным использование мастерона у женщин ввиду выше описанных эффектов что это в принципе безопасно но у женщин как раз и стратиол оправданнее смотреть на мастероне чем у мужчин если использовать у мужчин изолированный мастерон не знаю зачем но если вам такое придет в голову да действительно на коротком промежутке времени можно будет обойтись общим анализом крови кулограммы пса и дгт но что вам это даст как я вам говорил только уронить свой собственный не знаю пишите ваши мысли что может дать мужчине изолированный прием мастерона вот и опять же есть данные что это слабый диуретик но опять же ну там совете какое-то количество воды красивые фотки подготовиться какой-то фотосессии щадящие ну может быть может быть так если там у кого есть такой запрос но чтобы подготовиться красивой фотосессии опять же нужно иметь какую-то базу в вашем теле да если она у вас а если у вас ее совсем нет и вы там есть 100 килограмм жира чистого вам мастерон ничего не даст вот поэтому соответственно здесь надо думать да то есть это по сути такой уже более шлифовальный камень нужен он вам или не нужен это еще надо подумать и решить кроме как соответственно в лечении новообразований и вот по своей мягкости препарата и опять же вообще женщинами удобно работать по всем дериватам дгт удобно работать него то есть любые дериваты дгт удобно применять у женщин не совсем удобно изолировано применять дериваты дгт мужчин изолировано то есть ну когда соло по-другому да вот поэтому смотрите сами думайте сами курсить или не курсить напоминаю что анаполические стероиды это обоюдоострый меч и нужно обязательно 10 раз подумать и 10 условно раз создать анализы все посмотреть внимательно взвесить чтобы их применять вот и безопасных стероидов не существует есть только до ряд широкий спектр побочных эффектов стероиды которые приносят или менее широкий спектр побочных эффектов стероиды которые приносят такие дела дорогие друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки я желаю вам здоровья процветания и соответственно успехов успехов в ваших нелегких тренировках субтитры добавил DimaTorzok